Добрый день, вы смотрите новости на телеканале ЕйТиВи, а о самом главном на эту минуту расскажу я и мои коллеги в студии Тимофей Львутин. Добрый день, вы смотрите новости на телеканале ЕйТиВи. В результате первой медицинской помощи занятие по тактической медицине провела одна из десантно-штурмовых бригад на Приазовье. Инструкторами были командиры специального отделения военного мобильного госпиталя. Они рассказали, для спасения раненого очень важно время, работает правило золотого часа. Это период, за который военнослужащему необходимо оказать первую помощь и доставить в больницу, чтобы увеличить шансы на выживание. Первый кубок по регби среди ветеранов боевых действий, военных и работников силовых структур стартовал в Киеве. Подробности о турнире узнаем у корреспондента ЕйТиВи Олега Шумейко, он на прямой связи со студией. Олег, добрый день. Много ли участников собралось и какой формат турнира? Добрый день, Тимофей. На самом деле, участников собралось, команда Тома, о чем ты анонсировал, кубок Military Cup. Это первый кубок, первый кубок силовых структур, первый кубок ветеранов воинов АТО. В этом кубке участвуют 6 команд, но они участвуют в рамках открытого кубка города Киева. И вот как раз в открытом кубке города Киева собралось 10 команд. Здесь два зачета. Это будет определен победитель как раз открытого кубка Киева и победитель первого кубка Military Cup. Шесть команд. Среди команд это ветераны воинов АТО. Среди команд есть одна английская команда. Это ветераны как раз английских войск. Они любят регби. Регби у них это национальный вид спорта. Намного популярнее, чем в Украине. И поэтому они сейчас пока что здесь нашим участникам или нашим воинам АТО дают прикурить, что называется. Но за какими эмоциями пришли участники этих соревнований, нам рассказал капитан команды The Brave. Это храбрые. Это капитан команды Денис. Предлагаю послушать, что он нам сказал. Он был создан как реабилитация участников боевых действий через спорт. То есть мы хотим, чтобы ребята, которые прошли боевые действия на востоке нашей страны, возвращаясь назад, оставались в таком же коллективе. Были практически в тех же условиях, как в боевых подразделениях. Плюс они тренировались, они уходили там себя, чтобы не стрессовали, чтобы не выпивали, а занимались саморазвитием. Это дает им толчок дальше работать. Какой здесь результат будет, абсолютно неважно для них. Главное, что они здесь находятся в коллективе. Главное, что они получают от того, чем занимается удовольствие. Мы следим за турниром. У нас турнир в самом разгаре, как мы видим. И о следующих, или точнее, как бы о самих результатах мы уже попробуем рассказать в следующих выпусках новостей. Спасибо, коллега. В Киеве стартовал первый кубок по РЭКБИ среди ветеранов боевых действий. Принимают участие шесть команд. День тишины перед вторым туром выборов президента в Украине. Начиная с полуночи 20 апреля полностью запрещена предвыборная агитация. Коммунальные службы должны снять ранее расклеенные предвыборные агитационные материалы. Также запрещается обнародование результатов опросов, связанных с выборами, до момента оглашения экзитполов. Запрещены встречи кандидатов с избирателями, дебаты, пресс-конференции и круглые столы, где обсуждаются предвыборные программы. Это время дают избирателям, чтобы окончательно решить, за кого голосовать. Второй тур выборов президента пройдет 21 апреля. Участки откроются в 8 утра по киевскому времени. Вместо Киев – Киев. Написание названия украинской столицы исправили в международных аэропортах Бельгии, сообщает Пресс-служба иностранных дел Украины. В октябре 2018 МИД Украины начал онлайн-компанию с хэштегом CorrectUA. Они обращаются к иностранным СМИ и компаниям, чтобы те скорректировали правописание названия города на Киев. За это время десятки компаний начали правильно писать названия украинской столицы, в частности, в Киев. Теперь летят пассажиры аэропортов британского Лутона, Кипра, Копенгагена, Будапешта, Вильнюса, Стамбула. Референдум по изменению Конституции проходит в Египте. Одно из главных предполагаемых изменений – продление президентского срока с 4 до 6 лет. Страну возглавляет Абдель-Фатах Ассиси с 2014 года. В прошлом году он вступил на второй срок и будет выполнять полномочия до 2022 года. Однако, если поправки в Конституцию поддержат на референдуме две третьих избирателей, Абдель-Фатах Ассиси останется президентом на два года дольше и получит право баллотироваться еще на один срок. Референдум в Египте продлится до 22 апреля включительно. Итоги должны быть обнародованы не позднее 27 апреля. Пушистые, маленькие, большие, гладкошерстные 4000 собак представлены на международной выставке. Она проходит в Киеве. Все подробности расскажет корреспондентка ЮИТВИ Тамара Кононенко. Добрый день, коллега! Какие породы представлены на выставке? Добрый день, Тимофей! Сложно перечислить все породы. Я видела и овчарок, и такс, и маленьких йорков. Их очень-очень много. Здесь проходит настоящее док-шоу с собаками и танцуют, и выводят их на ринги для того, чтобы профессиональное жюри выбрало лучших в своих породах и лучших на всей выставке. Сейчас я покажу вам такую известную породу, как пекинез, и ее владельцы расскажут нам об особенностях таких собачек. Добрый день! Как ухаживать за поистине королевской шерстью? Ну, за ней действительно очень особенный уход. Требует особого внимания. Это и шампуньки специальные, и кондиционеры, и спрейчики, и тому подобное. Это и выставочная косметика дополнительная. Как часто купаете? Ну, например, я купаю раз в неделю, в полторы. Как видите, настоящие бьюти, красотки наши собаки ухаживают за собой, как люди. Добрый день! Расскажите вы о характере. Ну, что я могу сказать о характере пекинеза? Он довольно своеобразен, так как существует такая легенда, что лев полюбил обезьяну. В общем-то, порода это китайская, но находится под патронажем Англии. И, естественно, характер пекинеза очень разный. Но самое главное, что у него остается сердце льва. И единственное, я могу сказать такую красивую строку из стихотворения. Будда радость послал нам с небес. Эту радость зовут пекинез. Спасибо вам большое, спасибо. Еще раз посмотрите, пожалуйста, на собак. Вот такие вот пекинезы королевские. Правда, им жарко, но тем не менее, да, они показывают себя во всей красе. Мы остаемся здесь, следим за выставкой, следим за шоу и будем держать вас в курсе. Тимофей, тебе слово. Да, спасибо большое, коллега. В Киеве проходит международная выставка собак. На ней представлены более 200 пород. Почти 4000 собак из разных стран соревнуются в умениях выполнять команды и состязаться друг с другом. Всегда актуальная информация есть на наших страницах в соцсетях, а также на сайте телеканала uatv.ua. На этом у нас пока все. Следующий выпуск новостей на русском языке уже буквально через два часа. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok